ребят всем привет ну что у нас подходит концу очередная рабочая неделя завтра выходной мы собрались сейчас на работу но прежде нам нужно будет заехать но прежде нам нужно будет заехать в школу я забыла расчесаться так всегда я кстати на днях тоже выбежала и забыла расчесаться я вообще расчесываюсь один раз день вот так проведусь расческой волосами полосы расчесывать с собой не таскаю расческу течение дня не расчесываюсь теперь полную волос на расческе кстати вот такой формат расчески очень мне понравился хорошо прочесывает волосы не путает их не рвет всегда куча волос в общем нам нужно выехать пораньше потому что на улице гололед деревья все в снегу ну как такового снега нет замерзли в общем деревья скользко муж сказал надо пораньше выехать кстати нет карандаш лишь тем хотела показать друг будете спрашивать меня на губах вот такой карандаш мистейс который недавно я показывала в покупочках тридцать пятый номер еще предательский вывезь прыщ вылез блин бесит перед этими днями в общем поняли заехать макса отвезти физру он забыл и поедем на работу мы кстати достали свой обогреватель вот он вуаля макса вещи бросил здесь я достала свою чашку старую с водой поставила и с нее лакает кот да я всегда ставлю воду чтобы хоть какая-то немного влажность была потому что обогреватель понятное дело сушит воздух в квартире с ее пьет кот он не пьется свои миски теперь он пьет отсюда я мерзну честно мне холодно я мужу сказал доставай обогреватель мы его включаем на ночь и вот когда макс приходит со школы тоже включает как по мне у нас недостаточно горячие батареи вот у меня подруга на работе быть невозможно дотронуться ноги дома у нас у них очень горячие у нас нет ну трогаю ну горячие не кипяток муж говорит нормально ему не холодно максу не холодно мне холодно скал нет пусть будет обогреватель чтобы не мерзли потому что как-то когда промерзнешь хорошо потом чувствуешь что-то сопли появляются в горле першит перемерзаешь и состояние какое-то непонятно утром тяжело вставать когда прохладно мне прохладно я мерзну кто такая же мерзлячка как я пишите в комментариях я быстро делаю нам кофе мы выезжаем в школу отвозим аксу форму вот как тоже звонить ему на уроке блин учителя потом ругаются и в общем побежали мы я как кобра в этом капюшоне муж смеется дали макса форму дружку ведь конечно дубок у нас минус 4 минус 4 дубок мне как-то писали по моему в телеграм-канале девочки что у кого-то минус 20 а я минус 4 говорю что у нас дубок ну холодно и конечно же туман без тумана не как в нальчике нас как туман и альбион частое частое явление туман предыдущем видео я тоже показывал тоже был туман на реально вот но красиво дороги такие грязненькие кстати мы все смотрели прогноз погоды начать минус 4 завтраком до минуса до минус 1 1 и потом на следующей неделе там чуть ли не до плюс 10 доходит погода какая-то переменчивая конечно никакой организм не выдержит я кстати метео чувствительное у меня голова сразу реагирует на перепады такой погоды макс школа кстати забор новый недавно поставили что-то ему позвонила он сбросил вообще у них перемена должна была быть сейчас вам в 20 минут у них перемена если не ошибаюсь макс бежит чё задержали как бы я снимаю сказал ты привет передашь какой урок был геометрия в общем макс немного расстроенный подошел там них по геометрии что-то какие-то возникли вопросы вроде бы автоматом ему поставила на год по одному заданию и у них сейчас так все спущусь я просто боюсь что я могу свалиться такая лестница у них кстати в школе опять проверяют температуру охранник с градусником да очень много заболевших опять да много сейчас кстати болеют что берегите себя здоровья всем не болейте в этих двух словах расскажу вам по поводу курсов макса у них закончился первый модуль макс закончил набрал сначала набрал 86 баллов из 100 это было очень хорошо одно доп занятие он не мог сделать тест прошел все восемь занятий которые которые им задавали во время занятий ну во время прохождения этого модуля он все это сдал все прошел и набрал 86 баллов одно доп занятия он не мог несколько дней сделать переживал сильно нервничал это макс ну блин ну бывает так бывает когда ты что-то не можешь сделать значит у тебя другое обязательно получится и все-таки он сделал он добился и набрал 91 балл из 100 конечно он прошел во второй модуль у них проходной балл 30 баллов если меньше 30 набираешь ты не проходишь сейчас у них перерыв небольшой и второй модуль наверное скорее всего начнется после уже этих зимних январских каникул я поняла до мая они получатся 4 модуль у них всего по 3 осталось пока вот такие вот дела сложные сложные занятия вообще программирование это очень очень сложно для меня это вообще темный лес макс нервничал переживалась у него что-то не получалось но все-таки мы его закончили закончили отлично вот такие дела буду держать вас в курсе как дальше не знаю ну думаю будет еще сложнее приехали уже с работы так телевизор как-то громко работает и заехали в магазин завтра выходной чтобы не заезжать за продуктами в общем решили после работы сразу заехать и купить что нам нужно из продуктов так докупили завтра выходной ура так муж покупал хлеб и молоко на рынке по моему хлеб 25 скал молоко 85 до и 80 так мы заезжали в эстер у нас магазин буду цены его подписывать скорее всего буду подписывать что я очки сумки долго доставать где весовой буду гайзали салат винегрет сейчас быстро покушать килограмм 200 ой 319 рублей на 197 рублей вышло выбран красный лук взяли немного килограмм стоит 4990 здесь на 17 рублей чеснок мы сейчас по цели на чеснок каждый день его едим так чеснок килограмм 419 198 грамм на 82 96 опять вафли яшкина сливочный брест литовский и новая деревня российский такой вкусный сыр оказался очень очень понравился на работе сейчас его берем взяли голубику две упаковки мне и максу макс тоже на нее подсел такой замороженный рис из цветной капусты первый раз такое увидела взяли написано с грибами и травами попробую расскажу никогда не пробовал девчонки если пробовали такой рис из цветной капусты напишите в комментариях как вам и блага такие овощи cortex для жарки я как-то telegram выкладывала тоже видео фотографию мы готовили на работе яичницу вот с этими замороженными овощами очень-очень вкусно получилось и понравилось наполнение этой пачки такой хороший прям ассортимент также взяла два вот таких соуса нам понравилось я готовилась с мясом не обязательно фунчозу можно просто как приправу добавить к мясу только взяла совсем немного разные но другие уже взяла для при топлении блюд из птицы тайский соус карри карри мы не очень любим я блин не посмотрела что карри вкус карри мне не нравится ну посмотрим как будет и кисло-сладкий для курицы и мяса два лимона чай с лимоном сейчас пьем так лимоны 359 рублей килограмм 254 грамма на 91 рубль мандарины сейчас витамин c нужен мандарины абхазия 149 90 10 кило 148 на 172 рубля имбирь это тоже в чай я добавляю очень нравится еще люблю бит так имбирь стоит 279 90 раньше он когда-то помните 3000 у нас стоил было время до пару лет назад сами понимаете когда и так 152 грамма на 42 рубля 54 копейки и я хотела взять для лимона баночку ну знаете есть такие fix price они кому продаются желтой крышкой не было fix price из-за этого заезжать не охота нам было и взяла вот такую она идет для лука но я так засунула туда лимон отлично вмещается какая разница какая баночка взяли вот такую это все что мы купили у нас вышло на 2157 рублей забрали мы наконец гирлянду пришла она включила и там на месте сразу проверила покажу сейчас как она светится и будем вешать сразу ее на штору здесь три на три три метра ширина три метра длина хорошо что рабочая казалось не пришлось сделать возврат как будет смотреться прям интересно мне самой наверное немного длинновато ничего вуаля гирлянды на месте повесили скажу вам легко нам все это удалось она была хорошо да это вот при выключенном свете вот так смотрится и сейчас я хорошо она была собрана свернута вернее все легко распутывалась легко повесили как раз вот она шириной 3 метра идеально внизу немного вот длинная ну там вообще мелочи сантиметров 10 может единственное короткий сам проводочек если бы розетка была где-то наверху туда все отлично но у нас розетка внизу пока у нас вот такой удлинитель завтра купим но если найдем есть такой переходник надеюсь что он есть тогда будет классно вот так прикольно да это медленно получается по-моему четыре положения быстро совсем и мир вы моргают ребята еще хочу пожаловаться у нас почему-то начинает вянуть фикус я не знаю что с ним происходит опустились листики здесь закручивается один листик я прочитала в интернете что это может происходить либо из-за сухости либо наоборот из-за влажности он стоял на столе возле батареи я его перенесла сюда но ничего не изменилось не знаю что происходит может быть он заболел возможно это сейчас время года такое и он себя так ведет я не разбираюсь в домашних цветах не знаю подскажите пожалуйста буду вам благодарна муж говорит ли у нас вообще не держится домашние цветы нам нужно купить кактус и поставить у нас один кактус стоит уже сколько лет и ничего с ним не происходит а вот цветы почему-то ведут себя вот так возможно может сейчас холода и он должен себя так вести но я не думаю печально вот конечно если пропадет забыла включить телефон не часто так бывает я говорю 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 а потом блин я же не нажала кнопку записи обидно у нас следующий день как вы слышите у меня подсел голос у меня завалило горло вчера все было хорошо утро проснулась горло болит не сильно но такой дискомфорт першение я чувствую вообще горло это мое слабое место в детстве очень часто болела ангина у меня хронический танзелит я стояла на учете у лора и вот в такое время в холодное у меня бывает что периодически либо наглотаюсь холодного воздуха либо выпила холодную воду особенно работе из-под крана бывает все горло горло начинает болеть ну конечно уже не так часто как в детстве конечно я контролирую но все же заболела и вчера мы купили увлажнитель воздуха не стал уже показывать потому что разбирался муж я сказал давай сам разбирайся не хочу потом расскажешь взяли он сейчас кстати работает это первый наш увлажнитель так как мы пользуемся обогревателем включаем его и решили что эта вещь необходимо сейчас во время отопительного сезона покупали мы его в м-видео вот чек обошелся так эта фирма funai обошелся нам две тысячи триста девяносто три рубля у мужа были бонусы на карте скидка тысяча так 406 до где-то 3 800 он 3 900 плюс минус стоил сейчас в уме не смогу сложить выбор был большой от самых дешевых до самых дорогих смысла покупать дорогой мы не видели и взяли вот этот не читали отзывы отзывы просто ткнули пальцем и взяли этот от балды в общем говоря так срок его использования как муж мне сказал где-то три года там пять фильтров было одного фильтра хватает где-то на шесть месяцев и как заканчиваются эти фильтры как там было написано в книжке по инструкции то ему приходит кирдык в общем и так поняли но так как шесть месяцев моего точно не будем использовать во время только отопительного сезона я думаю что хватит его надолго вот включила сейчас работает шумит кстати ну знаете так незначительный шум не мешает на несколько часов включила выключу здесь такая подсветочка можно регулировать можно побольше вот такая вещь у нас появилась а я сейчас пойду себе сделаю теплое молоко с медом сливочным маслом и конечно не люблю это пить вообще молоко не очень люблю только в кофе его предпочитаю но что делать нужно и достала фарш хочу отварить хочу сварить суп фрикаделька вы хочется чего-нибудь такого жидкого горячего как раз макс со школы придет покушаем да и буду на этом с вами прощаться хочу пожелать вам не болейте здоровья вам огромного сейчас очень очень много людей болеет у нас даже вот местном паблике писали что несколько школ закрыли на карантин но наша школа пока работает еще вот поэтому огромного всем здоровья берегите себя мирного неба над головой всем всего хорошего и до новых встреч пока пока